Это пятый проект, представленный в брошюре из обучающего набора на базе Ардуино. Называется проект «Сейф с цифровым паролем». Под схемой имеется описание проекта, в котором рассказано, как работает этот сейф. Давайте возьмем нужные элементы, указанные в перечне, и соберем устройство, глядя на картинку или на электрическую схему. Нам понадобится LCD-дисплей, потенциометр, тактовая кнопка, резистор на 10 кОм, зуммер и сервопривод. Каждый день. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, наше устройство собрано. Теперь загрузим скетч и посмотрим, как оно работает. Подключаем Arduino к компьютеру через USB-порт и загружаем скетч. Так, скетч загрузился, мы видим надпись «Закрыто», прозвучал такой достаточно низкий звук из бипера, и наш сервопривод находится в закрытом состоянии. Представьте себе, что качалка сервопривода – это щеколда нашего замка сейфа. Сейчас щеколда закрыта. Чтобы открыть наш сейф, нужно ввести пароль «1234». Попробуем его ввести. Как наше устройство пишет «Закрыто, введите пароль». Пароль вводится нажатием на одну единственную кнопку. Как только мы нажали, он нам предлагает ввести первую цифру нашего пароля. Ну, наш пароль «1234», поэтому мы введем «1», ждем, «2», ждем, «3», ждем и «4». Ждем. Теперь наш пароль совпал. Как видим, щеколда повернулась, сейф открылся и надпись на дисплее открыта. Также мы слышали достаточно такой тонкий пронзительный звук, сообщающий нам о том, что сейф открыт. Для того, чтобы закрыть сейф, пока он находится в открытом состоянии, нужно просто один раз нажать на ту же самую кнопку, и сейф закроется. Слышим низкий звук, и сейчас щеколда, щеколдочка повернулась. Все, наше устройство работает. Но теперь попробуем, как оно работает, если мы введем неправильный пароль. Введем «1», «2», «3», но не «4», а еще раз «3». А, даже «1», «3», «3» и «4», вот так вот введем. Пароль не совпал, сейф закрыт. Что ж, устройство работает. Каждая строка о скетче имеет комментарии, рассказывающие, для чего эта строка нужна и что она делает. Более подробные комментарии находятся в файле скетча на USB флешкарте, идущей в комплекте с набором. Под скетчем имеется текст, описывающий, как изменить длину и цифры кода в скетче. На этом наш видеообзор закончен, но не закончены ваши собственные проекты, которые вы сможете реализовать, используя детали обучающего набора на базе Arduino. Всем пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok